Всем привет! У нас сегодня уже сентябрь и беспонтовая погода, абсолютно 8 градусов, 8 градусов, это капец как холодно, сейчас не околел, время 7.45, для меня это почему-то рано выходить востока из дома, потому что я привык выходить из дома ну часов в 9 обычно, хотя ребенок просыпается рано. Еду на заправку, еду на заправку, чтобы бензин заправить и ехать в Екатеринбург. Еду по большей степени за братом, с папой и вообще практически за компанию, потому что дела, которые у меня там должны были быть, они перенеслись. Сейчас мне нужно было ЭЦП моё в контуре продлить, но по некоторым обстоятельствам мне её не надо стало продлить, поэтому сейчас заправлюсь и в путь. Вот они, 8 градусов на улице, но это ещё не самое холодное то, что могло быть. Самое холодное было когда около 4 градусов было пару недель назад, вот это да, там холодно, а 8 ещё потянет. Приехал в город, только что-то у меня здоровье, всё хуже и хуже. Горло прям разваривает. Вообще не могу, особенно где-нибудь по телефону, ничего не видеть. Иду сейчас в промсвязь банк, в свой банк, чтобы отдать просто бумажку, потом возвращаюсь в Гринвидж за машину, потому что машина у меня там, на той дороге. Люди тоже снимают, но не себя, а вот кого-то там с микрофоном и с камерой. Не то, что моя камера GoPro, учесть, что виделся Ville 6 GoPro по сравнению с ней получается. Ну, вообще старое, это третье, три поколения сменилось. Прям бред. Иду, короче, обратно на метро и поеду в Гринвидж за машиной. Вот так вот. Вернулся, я на паркинг Гринвиджа за машиной. Удобно, в принципе, здесь оставить машину, когда бесплатно сколько-то часов ты оставил. Съездил на метро, на общественном транспорте. Сходил покушать. Вернулся, забрал машину. Замечательно. Вернулся, взял таблеточку перед отъездом из Туринска. Купил гиксарал. В аптеке посоветовали. Типа у них двойное действие. Типа они хорошо будут помогать. Единственное, что они делают, сколько-то притупляют боль. Потому что они содержат, что-то там, по-моему, лидокаин или какое-то обезболивающее. Которое, которым брызгают горло, когда вы идете на ФГС глотать вот эту лампочку. Херню, короче, полная. Никогда нему-то таблетку, автоматически рефлекс уже какой-то рвотный идет. Как будто тебя сейчас засунут эту херню в желудок, будут пихать. Я поехал за Тимой. Его забирать потом. Забирать папу. И выезжать в Туринск. Куда же еще? Дома и надо возвращаться. Время, потому что уже третий час. Вот оно. Офигенское место. Не гора. Всем советую, кто, если не был, не питался там. Место прикольное. Чё-то пока сижу, жду. Тиму, да, в пробках простоял. Да пока ехал, вернее, не ехал, шел, показывал вам. Снимали какую-то передачу. Ну, какие-то новости, скорее всего, снимали. Говорю, что у них камера крутая. Подумал, может быть, мне тоже камеру обновить. Купить, заехать. Пока есть время. Еду домой. Вернее, уже подъезжаю в городе. Прямо дохожусь. Высадил папу, брата, девушку у брата. Всех высадил. И подъезжаю уже к себе домой. Купил я все-таки себе фотоаппарат. Фотоаппарат. Дома сейчас буду с ним разбираться, смотреть, что это за чудо, что за зверь такой. Прям быстрее уже хочется достать. Потому что в магазине просто посмотрел. Ну, выглядит-выглядит там так, не карты памяти, ничего. Ну, и особо времени не было там разбираться что-то в нем. И потом мне было времени, потому что сразу поехал в путь-дорогу. Поэтому сегодня разбираюсь. Завтра продолжаем снимать про фотоаппарат. Уже буду его вам показывать. Ну что ж, еще раз всем привет. Вот это следующий день настал. На улице солнышко. Очень-очень холодно. Даже шапку одел. И очень ветрено. К тому же пришлось даже одеть другую курточку. Потому что я до сих пор болею. У меня голос вообще никакой щей. Вчера к вечеру у меня его вообще не было. За ночь вроде отлежался. С утра стало получше. Сейчас выехал в мой любимый лес. И снимаю на две камеры. На старую и на новую. Новая стоит чуть пониже. Пытался выставить хотя бы примерно одинаковый угол. Чтобы одинаковое пространство камеры охватывали. Выехал, чтобы сравнить качество записи на новую камеру. И качество записи на старую камеру. Сейчас картинка идет на старую камеру. Чтобы новая была потом, попозже. И чтобы можно было видеть разницу. А не сразу пускать картинку на новую камеру. Сказать звук на микрофон пишется. Чтобы послушать звук оригинальный с одной камеры. И послушать звук оригинальный с другой камеры. И туда и туда воткнуть микрофон. И посмотреть, как звук изменится. На какую камеру звук пишется лучше. Может быть стоит просто в камеру втыкать микрофон. И писать звук. Потому что на старую камеру вроде бы не очень был звук. Если писать напрямую в камеру. Чтобы потом не сводить звук на монтаже. Первое впечатление о камере Второе, пробные ролики Поснимал просто дома Прикольная камера, здоровская Но единственное у нее Ну, везде читал и знал заранее Это автофокус То есть он не всегда срабатывает Но плюс в том, что у новой камеры Поворотный экран То есть я могу видеть Себя даже можно на Ручном фокусе снимать и будет видно Где я в фокусе Не в фокусе, в то время, как я сейчас Смотрю на Sony И я просто не вижу Какая картинка происходит на фотоаппарате То есть как-то вот так вот Еще по камере Конечно, это очень и очень Непривычно, потому что Была Sony, стал Panasonic Не особо-то поменялась Sony Panasonic И Ну, блин, камера прикольная Она меньше по размеру этой Разбираться с ней буду Потому что там куча всяких режимов Куча всяких настроек И Думаю, что я с этой камерой Сдружусь Sony пока остается у меня В скором времени Надеюсь, она уйдет К другому владельцу И весь парк объективов Ну, какой весь там Два объектива Полтинник На старый фотоаппарат И 70-300 Вот Полтинник Sony Мирский 1.8 диафрагма Объектив хороший 70-300 Снимал редко Видео вообще не снимал А фото Ну, редко это То есть Телеобъектив Не всегда он годится Только если где-то птичек Бабочек Поснимать Удаленные какие-то объекты Сейчас стоят Китовые объективы На обоих фотоаппаратах И на новую камеру Придется докупать Тоже свои Объективы Звук Ветер Может быть Сколько-то Прикрывающий С рукой Звук будет Без обработки Чтоб понять То есть Чистый звук Какой он В обеих камерах И с телефона Давайте, наверное Уже Перейдем К Новой камере Вот она Новая камера Сейчас я смотрю Объектив Новые камеры И сейчас Было бы Конечно Вернее Я и так делаю Немного хитрю Пытаюсь снимать В 4К И будет Даунскейл До 1080 А там Снимаю 1080 То есть Здесь такая Немного хитринка Чнее было бы Смотреть В Везде В обоих камерах 1080p Но Так как я планирую Снимать 1000 4К И переводить Его в 1080p Поэтому Сейчас поставил Сразу 4К Чтобы посмотреть Как оно будет На даунскейле Задеться То есть Картинка Если смотреть В экранчик Камеры Вот я взгляд Уложу на экранчик Я вижу себя Это Картинка Такая Такая Тоже Вообще Такая Вот так И смотрится Хочется Посмотреть На экран Но это Сразу Видно Что я Уложу Глаз От камеры Чтобы Видеть Себя И приходится Напрягаться Чтобы смотреть В объектив И не поддаться Соблазну Смотреть В экран Короче Камера Прикольная Она даже Стоит На штативе Panasonic Которую Мне По чистой Случайности Дядя отдал А ему Дали его В подарок В прошлой камере Причем К этой камере Мне тоже Дали подарок Это всего лишь Сертификат На Тысячу рублей Но тем не менее Я думаю Он мне Пригодится Давайте Я переткну Микрофон Туда-обратно Мы с вами Послушаем Звук И я пойду Может быть В машину Сниму Там Чтобы Уже С нормальным Звуком То есть Подробнее О камере Сейчас Я Останую Здесь Перешел В машину Успел До того момента Как Начал Улить Дождь Потому что Ну блин Дождь опять Плыл И это Вообще Фигово Мне Не нравится Только что Говорил Что Хорошо Что без Дождя Нифига Подобного Маленькая Камера Маленький Объектив Прямо Совсем Маленькая Если Крышечки Сравнивать Вот старые Камеры От китового Объектива И от этой Вот Крышечки Вот разница В крышечках Это 46 мм Это 55 Да 55 Мм Диаметр Крышек И Ставлю Камера Камера Вот Она Собственно Передо мной Вот Таким она Размером Вот Она Держит В руке Сделаю Фотографию Сравнительную Двух Камер И Приложу Ее Видео Прямо Сейчас Главное Чтоб Не забыл Вот И Что Хотел Сказать По Камере А Хотел Сказать То Что Во первых Я Слукавил Когда Сделал Такой Кликбейт Вроде бы Это так Называется Когда Превьюшка У видео Ну Превьюшка У видео Вроде Так Называется И Короче На ней Я Сделал Картинку С коробкой От Гаша 5 На самом деле Это нихера Не Гаш 5 Это Panasonic Lumix G7 То есть Это Бюджетная Камера Это даже Не GX80 Не G Нет Не G80 Не GX8 А это G7 То есть Ну В принципе По ней Отзывы хорошие Единственное Вот Плавающий Автофокус Непонятно Что с ним И как Ну Здесь Он Мое лицо В принципе Нормально Фокусирует Много Камер Ну Не много Камер Но В принципе Есть У них GX800 GX80 GX8 GX80 GX80 Либо Либо я Что-то путаю GX4 И GX5 GX5 Это Самая Топовая У Panasonic Камера И в принципе Она вообще Топовая По сути Сама По себе Panasonic По большей Части Нет Для Фото Он Для Видео То есть Здесь Фото На таком Ж уровне Наверное Как На моей Этой Камере Может Чуть лучше Если поставить Хорошее Объектив Но Это Короче Вообще Фиг знает Не в курсе Я особо В подробности Не вдавался Меня здесь Устраивает Как Соника Фотографирует В принципе Устраивает Чтобы объектив Какой-нибудь Кудовый 35 миллиметров Вместо полтинника И было бы нормально А сюда Здесь Кроп 2 Вместо В этой камере Полтора И сюда Был Вот Сюда Был 25 Миллиметров Чтоб Был 50 И Было бы Вообще Замечательно Причем Причем Есть камера GX800 Которая Стоит 30 тысяч И Гаш 5 Он Стоит Тушка 150 тысяч И В подарок К этим Камерам При их Покупке Давался Объектив 25 Минометров Панасониковский Но Предположим Недорого Стоит Он 13 Стоит Но Именно К той За 33 Тысячи И К этой За 150 Тысяч Эта Камера Стоит Не 150 Но И Не 30 Тысяч Но К ней Говорю Почему Не дается Объектив Я бы Хотел Ну Прикольно Я потом Смотрел С него Видел Прикольный Объектив Они Такие Ну Это же Те Нигаш 5 Я говорю Ну Блин А там Тоже GX800 Нигаш 5 Но К нему Есть Вот Такая Политика Странная Но Хотя Средификат На 1000 И То Вполне Меня Устраивает Камера 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 Ну Блин Прикольная Она Выглядит Клево Поворотный Экран Можно Даже Снимать На нее Влоги Наверное Я так Со штативом Какой нибудь Горилла Под Еще Взять И Вообще Будет Замечательно Заказать С Китая Аналог То есть Я об этом Даже Тоже Думал Есть Конечно Всякие Мелкие Претензии Но Может Это Я просто Придираюсь Например Когда Говорят Что Блин Сони Как Так У тебя Вот Вот УА7 УА Я Хотел Перед Этой Камерой Я думал Еще Брать А6 Тысяч Но Там Потому Что Божественный Автофокус Но Опять же Меня Отпугнуло То Что Нет Поворотного Экрана Именно В нем Все Дело Чтобы Я Мог Видеть Себя При Съемке Они Мешают Здесь У меня Ремешок Убран Я Не Пользуюсь Ремешком Но Камеру Я Тоже Пока Не Вешаю Ремешок Я Вообще В Принципе Раньше Был Ремешок Когда Я Фотографировал Я Обматывал На руку Удобно Чтобы Камера Была В руке Но Я Не Турист Чтобы Вешать Фотоаппарат На Ше И Снимать Так Ходить Поэтому Пока Без Ремешка То Есть Все Так По Мелочи Это Можно Будет Потом Подготовить И Снять Что Меня Запись Прекратилась На Панасонике И Написали Что Типа Запись Видео Остановлен Из-за Того Что Из-за Скорости Записи Короче На Карту Памяти Потому Что Блин У 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 Стоит 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 И С Двумя Картами Памяти Буду Ходить Либо Потом Докупать Еще Большим Объемом И Высокой Скоростью Но Не Не Тоже Как Пол Самолета Думал Прекратилось Там Просто Экранчик Все Исчезло Одна Кнопочка Появилась Что Теперь Видео Записывается Ладно На этом Все Видео Получилось Очень Длинное Потому Что Впервые Купил Такую Камеру И Рассказать О ней То есть Мнение Высказать Очень Все Длинно Получилось На этом Все Если Я Не Забадаю То Отправлюсь На Прикольное Мероприятие Которое Вам Расскажу Всем До Сохрых Встреч Оставайтесь На Канале Подписывайтесь На Новые Видео Если Вы Не Подписчики И Всем Спасибо За просмотры Всем Пока